Привет! Я думаю, что для многих из вас давно уже не секрет, что я являюсь создателем и единственным администратором группы BySkydki. Там я пощу, конечно же, каждый день кроссовки и одежду по хорошим ценам. Сейчас наступает лето. Я как главный админ не могу вообще пропустить то, что на Adidas проходит отличная распродажа. И у меня есть дохренища промокодов в группе. Поэтому я должен с вами поделиться. Сегодня будет топ бюджетных, можно сказать бюджетных, потому что цены низкие. Такие кроссовки от бренда Adidas, которые действуют до 30 апреля минимум. Поэтому, если вы смотрите это видео до 30 апреля, вы можете выгодно купить себе кроссовки, которые у меня многие из них есть. Некоторые были и какие-то я просто посоветую. Поэтому это годное полезное видео, которое не только подскажет, но еще и покажет, где купить и как сэкономить. Тем более, дам промокод в своей группе. Давайте не будем долго задерживаться. Думаю, ты и так подписан на группу, подписан на канал. В комментариях, конечно же, отметишься. И пиши, как тебе такая идея для ролика. Потому что дальше будет просто подборка кроссовок и подборка бюджетных кроссовок. Мы от этого никуда не отойдем. Просто я не хочу упускать такую возможность. И хочу, чтобы вы сэкономили отличные деньги. Погнали. Начнем мы с первой пары Adidas Draft Runner. Эта пара, в принципе, уже давным-давно существует на рынке. Именно этого силуэта у меня не было. Но, насколько я знаю, там достаточно комфортная стелька. Подошва Evo, но комфортная мягкая стелька. У меня есть Draft S и о них чуть-чуть попозже. На данный момент Draft Runner стоит 5000 рублей со скидкой. Но со всеми махинациями и промокодом в группе вы купите их за 3000 рублей. Причем не одну расцветку, а несколько разных. Вы можете даже выбрать. Причем там все размеры есть. Так что, мужики, это нормальная тема. Как раз таки Draft Runner S. Эта модель у меня была. Есть обзор на канале. Просто она у меня на другой квартире. И я не могу вам сейчас ее показать. Носил я ее немало. И серьезно, там реально удобная стелька. Так они стоят 9000. На данный момент со всеми скидками и промокодами минус 20%. Вы возьмете их за 5400. Отличный сетчатый верх, так же, как и на обычных Draft. Поэтому ваша нога будет дышать. И вам будет комфортно этим летом. Так что тоже стоит брать. Но первая версия за 3000, конечно, звучит гораздо интереснее. Adidas POD 3.1. Очень спорный силуэт, потому что стремно его застрал. Я на данный момент занимаюсь каждый день в них дома. И мне лично нравится эта пара. В комментариях вижу неоднозначные отзывы. Кто-то говорит, мне не нравится то, что мягкая пятка, но твердый перед. Я, если честно, этого не замечаю. На данный момент они стоят 5000. Со всеми промокодами до 30-го числа 3000 рублей. И я считаю, это отличная пара на лето. У нас вязанный верх, дышащая сеточка. Поэтому их стоит брать и носить. Летом подойдет. Весна, лето теплое подойдет. Не знаю, как насчет того, что люди сомневаются в их комфорте. Лично мне нравится заниматься в них дома более чем комфортно. Если у тебя есть POD, конечно, оставляй отзыв в комментарии. Adidas Nightjogger. Пара, которая пошумела вообще неплохо. И у меня была уже не одна расцветка. Мы даже делали розыгрыш на канале. Что многим людям понравилось. И да, сейчас они также на скидках. У меня есть эта пара на черном бусте. Просто она не здесь, к сожалению. Она на другой квартире. Стоили они 9000. На данный момент их можно взять за 5400 со всеми махинациями. И это достаточно хорошая цена. Если бы вы поторопились, то вы бы могли взять вообще их за 4500 на том же самом Asos. В единственной расцветке. На сайте Adidas их можно выбрать, конечно же, чуть больше. Но также силуэт отличный на лето. Просто, наверное, одевать его лучше ближе к вечеру. Потому что в палящее солнце плюс 30, да, скорее всего, будет немножко жирковат. Бум! И это Adidas Aswego. Многие есть люди, которые захотят написать Aswego. Я вас опередил. Была цена 9000. Но, конечно, за 9000 их вряд ли кто-либо покупал. И где они сейчас могут столько стоить. На данный момент на сайте бренда практически все расцветки в различных вариациях материалов стоят 5400. У меня две пары. И я хочу выпустить топ кроссовок от Adidas. Самые удобные, которые я носил, ношу. И они там точно займут свое место. Но 5400 тоже. Хорошее предложение. Но иногда, если вы будете сидеть и ждать, на сайте могут всплыть более дешевые варианты. Типа 3-4 тысячи рублей. Но, сами понимаете, то, что очень быстрый солдат на эти расцветки. Кстати, если ты любишь покупать кроссовки или одежду в интернете, но не всегда приветствуешь полный прайс на них, конечно, подписывайся на мою группу Buy ВКонтакте и в Телеграме. Там я ежедневно публикую скидки, сам занимаюсь всем этим, поэтому товары проверенные и точно оригинальные. Цены тебя точно поразят, потому что 136 тысяч человек уже подписаны на эту группу. Все полезные ссылочки находятся в описании. Немножко, можно сказать, старой школы. Adidas ZX Flux. Давно их просто не было, где-то на продажах, в магазинах. Но раньше я обожал эту модель. И стер до дыры просто две этих расцветки. Одна была зеленая, другая голубая. Мне прям очень нравилось удобство этой пары, хотя ничего там фантастичного нет. Сейчас я их выделяю, потому что без распродажи 4500, с распродажей 2700. Если вы хотите купить обувь в спортзал, ходить в магазин, выбрасывать мусор, да или просто куда, черная расцветка Adidas ZX Flux за 2700, это просто находка. Реально просто находка. Сам Каноэ Вест в них гонял, не один раз светился, его фоткали папарацци. Так что если Канье одобряет, то почему бы и нет? Уже тоже классика, которую просто многие не берут во внимание. Adidas NMD R1. На данный момент множество расцветок лежит на сайте по хорошим ценам. А именно 4800 вместо 9-7 тысяч рублей. Да, это удобные кроссовки. У меня такие были, и я тогда промахнулся немножечко с размером. Надо было брать побольше. Я взял прям в самый притык, и у меня протерся носок, и образовалась неприятная дырочка. Я думаю, со многими такое бывает. Ну и давайте продолжим разговор про Adidas NMD. Версия City Sock. Это просто без шнурков, те же самые NMD-шки и также вязанный легкий верх. Но знаете, что с ней надо быть очень аккуратным, потому что ткань белая всегда и легко засирается. Особенно, если она у вас на ногах. Дальше Adidas Ultra Boost 19. Это моя третья уже пара. Одну я разыгрывал, одну постоянно ношу. И на этой квартире у меня лежит только такая. Если смотреть между 19 и 20, я уже советовал в обзоре их, то что я бы лучше взял 19, но я их и ношу. Пара на самом деле очень легкая. Здесь просто вязанный носок для спорта и вообще для лайфстайла, для каких-то пеших прогулок летом, которые на данный момент просто нам невозможны, потому что надо сидеть дома, но с надеждой в будущее. Вы можете взять их вместо 12, 13, 14 тысяч за 6. Да, могут быть проблемки с размерами, но если сидеть, иногда на сайте происходят рестойки. Ну а закончим этот топ тапками, которые я недавно делал видос. Если не смотрел, посмотри. На данный момент черный Boost стоит не 4 тысячи, а всего 2 400. И за эти деньги, я уже говорил в своем видосе, их стоит взять, реально стоит взять. Это вот такой небольшой выпуск получился, цель которого подсказать вам, где можно купить дешево кроссовки на лето. Потому что в стране сейчас траблы и немного людей могут позволить себе реально дорогую обувь не по скидкам. Да и я, в принципе, стараюсь также всегда покупать по скидкам, потому что фулл прайс не особо-то я и приветствую, если это не что-то прям супер эксклюзивное. Поэтому, если я сэкономил тебе время и деньги для поиска летних кроссовок, которые, надеюсь, понадобятся нам в этом году, хотя бы чтобы ходить в магазин за продуктами или выбрасывать мусор, гулять со своими домашними животными, подписывайся на канал, большой палец под это видео, потому что подборки кроссовок на лето все равно выйдут. Это просто такой экспресс, чтобы вы успели закупиться по очень низким ценам. Ну и на канал, я думаю, ты уже подписан. Это все, что я хотел тебе рассказать. Надеюсь, помог. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok